Здравствуйте! В эфире новости в студии Дарья Янченко и коротко о главных событиях. На данный момент мы же не построим новое здание, правильно? Только так, время. Туалет раздора. Коллектив Макаровской ЦРБ согласен потесниться. Каждый третий, кто живет в Сахалинской области, работает в этой сфере деятельности. Развитие бизнеса в прямом эфире. Валерий Лимаренко впервые провел инвестиционный совет в режиме онлайн. Ну вот здесь вот видно, что фитинг не обжат абсолютно. Домик с сюрпризом. На ошибка застройщика обойдется хозяевам квартиры сменой системы водоснабжения. Второе горячее блюдо – блюдо из курицы на усмотрение выбора на участника. Курица с креветками. Непривычно, но вкусно. Будущие повара сдали демонстрационный экзамен. Цель всех этих мероприятий – чтобы люди пришли к нам в библиотеку. Праздник Дома книги в областном центре отметили День библиотек. Три этапа постепенного выхода из режима самоизоляции позади. Сначала в регионе открылись парикмахерские и салоны красоты. Затем торговые центры, а после – рестораны и кафе. Но проблемы у жителей остались и главным образом касающиеся медицины. С 1 июня, например, врачи начнут проводить плановые приемы в медучреждениях. На все вопросы в прямом эфире ответил губернатор Валерий Лемаренко. Мы стремимся к возвращению к нормальной жизни. Сразу хочу сказать, что я предполагаю, что это будет процесс. То есть это не вдруг 1 июня что-то случилось такое на 180 градусов. Будут шаги и будут условности. Более подробно о прямой линии мы расскажем 28 мая в вечернем выпуске новостей. Решение, которое устроило всех. Руководству Сахалинского Минздрава удалось найти общий язык с персоналом Макаровской ЦРБ. Разговор оказался непростым для обеих сторон. Медики согласились, что временно потесниться можно. Напомню, в ряде СМИ появилась информация, что пациентов из инфекционного отделения переселяют в туалет основного здания. И это вызвало негативную реакцию сахалинцев. Евгений Коньков разбирался в ситуации. Здание Макаровской ЦРБ было построено в 1969 году. Здание инфекционного отделения появилось почти на 20 лет позже. Но именно его комиссия признала непригодным для дальнейшей эксплуатации. И предписала в течение нескольких месяцев в обязательном порядке выселить оттуда и больных, и персонал. Главврач Макаровской больницы Игорь Порубай показывает заместителю министра островного Минздрава Дмитрию Гарцеву помещения, в которых планируется разместить инфекционные койки. Мнения персонала разделились. Часть посчитала, что нельзя жертвовать туалетом, другим не понравилось то, что медсестрам придется разрываться на два этажа. Все промерзнет и рухнет, начнутся дожди, все заливает. И ваши денежки, что вы сюда вложите для детей, все это накроется медным тазом. Размещать инфекционные койки в основном корпусе – решение временное. Детский врач Алексей Щербак тоже не в восторге от таких перемещений. Но другого выхода нет. Это и есть реальное положение, что то, что можно сделать сейчас. То есть на данный момент мы уже не построим новое здание, правильно? Только так, временно, пока так. Чтобы разместить две соматические койки и три боксированных палаты, представители Минздрава совместно с медицинским персоналом больницы изучали возможности размещения коек. Среди вариантов нужно выбрать тот, который соответствует санитарным нормам и удобен для медработников и пациентов. Прошли несколько вариантов. Все предложены сотрудниками помещения, где можно разместить, чтобы они соответствовали санпинам, чтобы было удобно и комфортно пациентам, чтобы это было правильно с точки зрения лечебного процесса. То есть все варианты прошли уже не первый час со всем коллективом центральной районной больницы. После долгих переговоров и анализа возможных вариантов стороны пришли к единому мнению. Нашли помещение, сделали, сохраним койки детские. Также будет сделан ремонт. Сохранятся все подсобные помещения, туалетные помещения и хирургических отделений, и терапевтического отделения. Никто не будет ущемлен. Профильные койки будут размещены на первом этаже, но на месте других функциональных помещений, что были предложены раньше. Туалеты не пострадают. Как временный этот вариант устроил всех. А уже в следующем году здесь начнется строительство новой больницы. Евгений Коньков, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. Губернатор Валерий Лимаренко впервые провел инвестиционный совет в прямом эфире. Глава региона подчеркнул, что такой формат общения с бизнесом позволяет принимать и подписывать ряд документов, а также решать конкретные вопросы. О чем шел диалог, расскажем в следующем сюжете. Каждый третий сахалинец занимается бизнесом. Созвучивание этих данных начал инвестиционный совет глава региона Валерий Лимаренко. Впервые диалог предпринимателей с властью состоялся в прямом эфире. Инвестиционный совет у нас стал настоящим органом боевым, который решает реальные задачи. И нам за это время удалось решить ряд конкретных задач, в том числе и формальных, связанных с выделением каких-то, подписанием каких-то документов. Губернатор выделил несколько эффективных инициатив. Открылся центр «Мой бизнес», который обслуживает представителей малого и среднего предпринимательства. Появился также специальный сайт. С помощью бизнеса «Халин онлайн» можно решить проблемы в один клик. Сегодня в системе бизнеса «Халин онлайн» зарегистрировано 932 субъекта предпринимательства и поступило 462 сообщения. За прошедшие два месяца с момента последнего заседания совета мы наблюдаем значительный рост как количества новых пользователей, так и сообщений. Прирост составил более чем в два раза. И это связано в первую очередь с произошедшими событиями и ограничениями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции. Часть обращений предпринимателей требует рассмотрения, корректировки бумаг и помощи от органов местного самоуправления. У многих возникли проблемы с арендой земельных участков и вывозом мусора. В ходе инвес-совета прозвучали самые разные вопросы, в том числе и по снятию ограничений. «Опять по открытию вопрос. Когда разрешат работу дискотекам и ночным заведениям, мы были в одной категории с ресторанами и торговыми центрами, их открыли, а нас нет. Когда планируется последнее снятие ограничений?» «Посмотрите, я думаю, что никто не ответит из присутствующих. Пока мы не открываем, поскольку это массово развлекательные мероприятия, еще ситуация не подошла к открытию». Были вопросы и о туризме. Эта отрасль одна из первых ощутила на себе удар режима ограничений. «Очень сильно активизировался серый бизнес. И ситуация такая, что те цены, которые выставляет серый бизнес, серое предпринимательство теневое, они, безусловно, не сопоставимы с теми условиями по оплате и ценовой политике, которую выдает легальный бизнес». Валерий Лемаренко отметил, что в регионе не должно остаться теневого бизнеса. Клиенты должны получать качественные услуги, а сотрудники нелегальных компаний быть официальными работниками с белой зарплатой. Этот вопрос губернатор взял на личный контроль и пообещал найти решение проблемы. И в рамках инвестсовета в честь одноименного всероссийского праздника наградили островных предпринимателей. Валерий Лемаренко вручил благодарственные письма бизнесменам, которые внесли существенный вклад в развитие сферы производства, торговли и услуг Сахалинской области. «Сегодня мы нагрождаем победителей в трех номинациях. Бизнес-стабильность за стабильное развитие предприятий в течение многолетнего периода, эффективная предпринимательская деятельность в различных вопросах экономики, женская инициатива в предпринимательстве – это те предприятия, которые успешно развиваются под руководством женщин». Правительство области готово оказать помощь предпринимателям, которые были вынуждены закрыть свой бизнес из-за пандемии коронавирусной инфекции. Для них будут применяться специальные решения. За поддержкой следует обращаться через сервис «Бизнеса Халин Онлайн» и «Центр Мой Бизнес». Парад Победы состоится 24 июня. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Дата выбрана не случайно. Первое шествие, посвященное окончанию Великой Отечественной войны, прошло в этот день 75 лет назад. Что касается бессмертного полка, то он пройдет по всем городам месяцем позже, 26 июля. Подробности у Евгения Конькова. Парад Победы в этом году проходит с полуторамесячным опозданием из-за пандемии коронавируса. Точной даты не знал никто до недавнего времени. 26 мая президент России Владимир Путин объявил, торжество состоится 24 июня. Предложение главы государства поддержали все думские фракции Государственной Думы. Сахалинские представители КПРФ рассказали, что новая дата символична и ее корни уходят в далекий 45-й. Дата выбрана не случайно. Именно 24 июня 1945 года это был первый легендарный парад Победы, посвященный как раз победе над фашизмом. Самое главное в данном случае, я считаю, чтобы он прошел бы в той торжественной атмосфере, которая была тогда, в 1945 году. Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов также одобрил новую дату. В своем интервью агентству РИА Новости он заявил. Видимо, 24 июня будет годовщина 75-летия парада знаменитого сталинского. Видимо, в этот день на Красной площади пройдет парад. Мы будем это приветствовать. Действительно, 24 июня 1945 года по Красной площади в Москве прошли те, кто в боях добывал великую победу. Пехота, моряки, танкисты, летчики. Лучшие бойцы гвардейских частей бросили под ноги всем советским людям поверженные вражеские знамена. Депутаты областной думы от Либеральной демократической партии России также выразили свое согласие с назначенной датой. Региональный депутат от фракции ЛДПР Дмитрий Флеер рассказал, что парад нужен и никакой коронавирус не должен помешать его проведению. В этом году эта цифра значимая. 75-летие мы будем отмечать. И хочу сказать, что в отношении шествия бессмертного полка тоже правильное решение о переносе на 26 июля. Ведь именно в этот день в России отмечается День ВМФ России. Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский еще раньше поддержал перенос мероприятий, посвященных Дню Победы. Безопасность людей превыше всего. Мы правильно переносим майские юбилейные мероприятия на более позднее время. Новую дату выбрать очень просто. Когда врачи скажут, что в стране никакой эпидемии нет. Из-за сохраняющейся опасности заражения COVID-19 шествие бессмертного полка перенесли еще на месяц. 26 июля по улицам всех российских городов снова пройдут люди с портретами родственников-фронтовиков. Работать стали лучше. В период карантинных мероприятий снизилось количество обращений в государственную жилищную инспекцию. Сахалинцы стали реже жаловаться на работу управляющих компаний. Проверку их деятельности провели по поручению Валерия Лемаренко. Инспекция проходила в южных районах области. Также в этом году проводятся планные проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, деятельность, использованные производственные объекты которых отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого риска. В этом году мы две проверки плановые исключили, потому что две управляющие компании имели риск умеренный. Оставить заявку или жалобу на бездействие управляющих компаний можно через госуслуги, портал Сахалин Онлайн или профильный аккаунт в Инстаграм. Жители Сахалинской области принимают активное участие в процессе выявления свалок. Об этом рассказали на брифинге под руководством регионального министра ЖКХ Натальи Куприной. Неравнодушные граждане сообщают о скоплениях мусора на портал Сахалин Онлайн и через систему 112. В течение трех дней идет подтверждение со стороны регионального оператора, то есть может быть эта свалка уже в этой карте существует, определяется ее местоположение, объем. И самое главное, что эта свалка становится ликвидированной и меняется цвет на карте после того, как Министерство экологии, она является главным контролером, подтверждает, что действительно свалка ликвидирована. В этом месяце уже ликвидировано почти 400 свалок. С июня штрафы за нарушение правил обращения с отходами планируют увеличить. Министерство ЖКХ предлагает установить для физических лиц сумму 5000 рублей, а для юридических от 300. Сейчас денежные взыскания минимальны. За первичное правонарушение для граждан до 3000 рублей, должностных лиц до 10 тысяч, для юридических до 50. Не успели заехать, а уже появились проблемы. Южно-Сахалинка Ольга Кошенко начала новоселье с просушки квартиры. Жилплощадь новостройки Дальнего встретила хозяйку затопленной комнатой. Как выяснилось, причиной воды на полу оказался неспаянный участок трубы. Теперь девушке придется делать ремонт. Олеся Львова оценила масштабы предстоящей работы. Первым в новой квартире Ольги Кошенко оказался далеко не кот, а осушитель воздуха. Сейчас он необходим как никогда. Маленький фитинг, не прижатый к трубе, пропустил целое озеро воды в гостиную. Видно, как они должны быть обжаты. Вот здесь, с этой стороны, вот здесь, с этой стороны. Ну, а здесь они болтаются. И вот оно в трубе вот так вот было просто вставлено. Теперь же новоселье придется перенести на неопределенный срок. Сушить комнату приходится буквально изнутри. Хозяева полностью сняли линолеум. Обои тоже впитали немало влаги. Но, на счастье, Ольги уже высохли и даже не отвалились. Мокрая проблема перетекла и к соседям. В этом помогли дыры в стенах, которые Сахалинка обнаружила, устраняя последствия потопа. Мы сняли плентуса, увидели дырку между нами и соседями, через которую как раз так и в их коридоре потекла вода. Вот гипсокартон отваливается. Сколько он впитал воды, мы еще не знаем. Девушка вызвала сантехника. Тот зафиксировал причину и факт затопления. Перекрыл воду и ушел. Чуть позже хозяйка квартиры нашла влагу и в кухне. Потом выяснили, что у нас между залом и кухнем вот такая вот щель, в которую пролазит рука. Почти вот так вот. Теперь во всех 44 квадратах необходимо менять трубы, которые, как оказалось, вообще не соответствуют ГОСТу. Запенивать дыры в стенах и только потом возвращать линолеум на место. Девушка медлить не стала и написала заявление участковому по факту ненадлежащего монтажа трубы. Сейчас мы поднимаемся в управляющую компанию, попытаемся узнать, будут ли предпринимать какие-то действия и сделали ли акт Ольге, который обещали еще утром. С появлением камеры сотрудники УК резко зашевелились, но комментарии все же дали, несмотря на некомпетентность, по их словам, в ситуации. В полномочия управляющей компании входит именно осмотр и фиксация происшедшего. Значит, мы составили акт соответствующий, где что увидели при осмотре, отразили и передали гражданам. Второй экземпляр акта Ольга на руки получила. Теперь с этими документами девушке нужно обратиться в управление жилищной политики. Конечно, добиться результата сейчас будет сложно. Квартиру Сахалинки выдали в 2017-м. Заехать в нее она решила только сейчас. А всю причинно-следственную связь случившегося сможет определить только специально созданная комиссия. Олеся Львова, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. В Сахалинской области начинаются выплаты семьям, имеющим детей от 3 до 7 лет. Ежемесячные пособия нуждающиеся начнут получать с 1 июня. Их размер составляет более 8 тысяч рублей на каждого ребенка. Но расчет произведут с начала года. Поэтому первые полученные суммы будут значительно выше. Подробности далее. Вера Шикняева одна воспитывает трехлетнюю дочь. Сейчас молодая женщина учится на парикмахера. Совсем недавно узнала, что ей положена новая выплата. Как и другим россиянкам, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет. И при этом их доход не должен превышать величину прожиточного минимума на каждого члена семьи. На Сахалине минимальный уровень почти 15 тысяч рублей. Как рассказала Вера Шикняева, проблем при подаче заявления не возникло. Я записалась в соцзащиту по телефону. Пришла к указанному времени. Сейчас из-за условий пандемии заходим по одному, называем свою фамилию, проходим к окошку, который изначально вам называется, при записи. Подаем документы. Оператор все делает за вас. Вы только заполняете заявление и отдаете. Всего на выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет из областного бюджета выделено более полумиллиарда рублей. Ежемесячная сумма – половина от прожиточного минимума, то есть более 8 тысяч. Заявление можно подать дистанционно через сайт госуслуг, а также по предварительной записи через МФЦ или в отделениях соцзащиты по месту жительства. Прием заявлений ведется с 20 мая. Уже обратились почти 3 тысячи семей. Выплату мы назначаем сразу с момента обращения и возвращаемся на 1 января 2020 года, если ребенку уже исполнилось 3 года. То есть первая выплата, которую мы произведем в июне месяце, будет за 6 месяцев и его размер составит более 48 тысяч рублей. Указ о введении новых пособий подписал президент России Владимир Путин. Как рассказали в Министерстве социальной защиты Сахалинской области, большого пакета документов для получения выплаты не требуется. Нужно лишь корректно заполнить заявление, ничего не пропуская. Если в нем обнаружат ошибку, то автору отправят СМС-оповещение. В основном люди, которым положено новое пособие, пользуются сайтом госуслуг. Евгений Коньков, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. Более 300 продуктовых наборов вручили представители партии «Единая Россия» медработникам Анифского района. Гастрономические подарки, в которых кофе, чай, сладости, мясные и рыбные деликатесы партийцы приобрели за счет спонсоров. Работники социальной сферы, в том числе и работники медицинских организаций, всегда были в центре внимания, политики. В рамках акции «Спасибо врачам», которая проходит по всей России, островные медики получат полторы тысячи наборов. В Сахалинском техникуме сервиса прошел демонстрационный экзамен. Его сдавали будущие кулинары. Студенты готовили блюда высокой европейской кухни и выполняли задания из черного ящика. Вся работа проходила по стандартам WorldSkills. Это значит, что повара узнавали о наборе продуктов непосредственно перед испытанием. К чему привела импровизация, расскажет Владимир Ильин. Сырая курица, креветки, масло, мука. Это пока продукты выглядят не особо аппетитно и не вызывают желания отобедать. В опытных руках ингредиенты превратятся в несколько блюд высокой кухни. Сегодня кулинария – это целая наука, и постигать ее необходимо годами. Об этом, как никто, знает опытный наставник Татьяна Шульгина. Под ее присмотром студенты будут выполнять нелегкие задания. О них ребята узнали в последний момент. Сегодня они готовят фингерфуд. Это закуска на два укуса. Есть обязательные ингредиенты. Есть черный ящик. У нас вообще в наших специальностях, профессиях задания. В фингерфуде черный ящик – это первое тесто собственного производства. И второй фингерфуд, где обязательно должна присутствовать креветка. На площадке шесть участников. Несмотря на юный возраст, ребята уже довольно опытные. Но все же немного волнуются. На первом курсе уже участвовала в WorldSkills, поэтому более-менее знаю, что здесь происходит. Конечно, переживаю. Конечно же, есть волнение, эмоции. Отрабатывали все. Но в любом случае, когда-то на площадке есть свои переживания. Оценивают экзамен эксперты, ведущие шеф-повара областной столицы. Помимо конечного результата, важен процесс. После окончания теоретических и практических экзаменов, будущие шефы получат долгожданные дипломы. Владимир Ильин, Дмитрий Клеровский, телекомпания ОТВ. Два дня без алкоголя. 1 и 5 июня сахалинцы не смогут купить спиртные напитки. Это связано с Международным днем защиты детей и проведением последних звонков в школах. Запрет действует на основании регионального законодательства. Индивидуальным предпринимателям и руководителям торговых объектов рекомендовано принять смеры, чтобы не допустить нарушений. В противном случае им грозят штрафы. Должностным лицам придется заплатить от 20 до 40 тысяч рублей. Юридическим от 100 до 300 тысяч. Библиотекари отмечают профессиональный праздник. Дата выбрана не случайно. 27 мая 225 лет назад в России была открыта первая государственная общедоступная читальня. К этому дню сотрудники областной научной библиотеки подготовили для своих читателей праздничную программу, часть из которой пройдет в формате онлайн. Подробности далее в сюжете. Два месяца залы областной библиотеки пустуют. Здесь тихо и не слышны голоса посетителей. Все читатели сидят дома и изучают электронные ресурсы. А вот сотрудники без работы не остались. Они готовились к профессиональному празднику. Чтобы порадовать любимых читателей, в это непростое время они подготовили экскурсии и мастер-классы в онлайн формате. Таким образом мы стараемся не терять связь с нашими читателями и также стараемся привлекать новых людей и максимально рассказывать о том, чем сегодня библиотека может быть полезна для всех. Мы видим, что у нас есть люди, которые пришли в библиотеку на какое-то мероприятие, увидели, что, возможно, библиотека – это не совсем то, что они себе представляли, и в дальнейшем стали нашими постоянными читателями. В праздничный день жители области могут поучаствовать в викторинах. Их можно найти на сайте библиотеки. Также здесь посетители смогут ознакомиться с презентацией книг о трагедии в Нефтегорске. Добавились, по сравнению с первой книгой, воспоминания выживших людей, как они себя сегодня чувствуют, как они переживали эту боль, трагедию, ну и также тех людей, которые помогали ликвидировать последствия этой трагедии. Любители военной литературы также не останутся без внимания. Для них подготовлен обзор новой коллекции. В ней представлены особо ценные и редкие издания. Их могут взять в руки лишь те, кто занимается научной деятельностью. Остальные читатели смогут увидеть их только на выставках. Книги военного времени, они были невзрачны. Из-за того, что, понятно, финансирование, недостаток краски, бумаги, они имели нереспектабельный, непраздничный вид, но, тем не менее, они были нацелены на повышение военного духа, патриотического воспитания. Россияне читали всегда. Хотя время внесло коррективы, и многие стали выбирать электронный формат. Тем не менее, осталось немало любителей старых добрых книг. Надежда Кобзева, Максим Махин, телекомпания ОТВ. Во дворе на улице Пионерской, Углегорска появились странные качели. Сесть на них не могут не только дети, но и многие взрослые. О необычном аттракционе сообщили в местных чатах. После того, как фотографии облетели все островные интернет-издания, на детской площадке появились рабочие. Мужчины вкопали качели в землю, тем самым сделали их намного ниже. Она же была не установленная, дети на нее полезли. А сейчас ее вот зацементировали и лентой там вот обмотали, чтобы там пока никто не лазил, пока она там застывает цемент. Известно, что площадка еще находится в стадии ремонтных работ. Почему территория не огорожена и на ней отсутствуют предупреждающие знаки, неизвестно. Я напоминаю, что наши новости вы также можете посмотреть на сайте агентства Сахалин Курилы по адресу skr.su и в социальных сетях. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»